Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы занимались, в принципе, не особо важной хуйней. Вот. В этой серии нам нужно изготовить, во-первых, громадвод. Потом. Мне бы найти торговца книжками. Но я его что-то тут не наблюдаю. Это плохо. Ну да ладно. Так. Единственный кузнец, который будет сейчас со мной работать, это кузнец краснолюдов. Как интересно мы должны научиться терпеть их, если они совершенно не будут. Хорошо. Я надеюсь, он справится с этим делом. Вот ты. Красивая кузница. Ты можешь ею гордиться? Конечно, красивая. Теперь только это про нее и можно сказать. Они ограбили меня. Я лишился половины инструментов. Сукины дети. Теперь я их должен арендовать, чтобы работать. Стоит того? Платить бандитам? Конечно, нет. Но мне же нужно как-то на хлеб зарабатывать. А я только и умею, что кузнечить. Могу я купить? Конечно. Ты можешь сделать мне громоотвод? Сделаешь для меня громоотвод. Длинный, металлический. Я знаю, что такое громоотвод. Мы ими пользовались в Махакаме, когда вы, люди, еще поклонялись бурям. Да вы и сейчас ничего не знаете о громоотводах. Сделаешь для меня громоотвод? Ты меня хочешь достать или просто любишь языком молоть? Сделаю за 50 аренов. Договорились. Я занят. Приходи позже. Угу. Спасибо. Помощник, мать твою. Покажи. Господи. Так. Что у тебя? У тебя по-прежнему нету красных рун. Эти две стоят... 600. Это не то, что прям очень хорошо, я тебе скажу. Это печально. Из трех кусков можно создать крутой меч. У меня только два. Ну че, выложим сюда. Шесть сотен. Пускай будет, в любом случае. Пригодится, я думаю. Что-то... Я пришел... Он готов. 50 аренов, как и договаривались. Спасибо. Так. Ну я знаю, способ, как вызвать грозу. Это не сложно. Так-с. Но как мне уговорить... Того ублюдка... Выдать мне труп? Вот это вот... Уже задачка посложнее. Не надоедай мне. У меня и так... Ну давайте попробуем еще раз с ним поговорить. Если уже ничего не будет, то я отправлюсь обратно. На болото. Ну так что? Угу. Ты чес? Откуда еды? Давай срать, кроме... Говорили уже. Я? У тебя... У тебя... Черт этот... Я... Я? Вину нужно, но на... Если... Угу. Понятно. Пусть доказательств о том, что он невиновен у меня нет. Но... Плохо. Давай выпьем, ёпт. У меня тут куча всего, в принципе. Но я сейчас нахерачиваюсь, как демон. Это очень сильная дрянь. Это очень сильная дрянь. Шо, мало? Похоже на то, что я перепил. И это была плохая идея. Да, давайте загрузимся. Потому что я столько денег вбухал... Вводя рук. Думаю, не стоит их вот так вот просирать. Так как громоотвод у меня, собственно, есть уже или как? Ага, есть. Хорошо. Ну, в таком случае, давайте-ка еще раз посмотрим журнал заданий. Анатомия. На, Визимское кладбище. Ну, блядь, удачи. Там меня явно ничего хорошего не ждет. Так. Тайлер. Друидафа, мальчики. Снова покера. Обелиски. Выйти новые улики. Стало время рассчитаться. Ага, рассчитаемся потом. Ну да, это все. Ладно, управляемся на болото. Так, вот мы и прибыли. Я просто решил промотать этот путь, потому что он монотонен и не интересен. Так. Давайте-ка включим квест касательно... Таинственные башни. И надо бы мне переть... Ну, через эти глиняные ямы, мать их. Потому что каких-то других я не вижу ходов. Так, тут этот алтарь водяных. Ну да, острым мечом. Но это явно работа либо ведьмака, либо саламандра. Заберем. Так. Пошли сюда. Это что у нас? О, много всякого говня. Пиярки, утопцы. Фэ. Жопу, идите. Блюдашные. Вы мне неинтересны. Такс. А вот этот обелиск интересен. Твою мать. хорошо хоть меня не запрызгала хорошо теперь давайте все таки разберемся с голем хоть этот знак у меня не прокачан но тем не менее в прошу сохранения и да начнется магия в Меч, это плохая идея. Бежим! Давай, тащи сюда свою жопу. Ну! Это же должно работать. О, это сработало. Хе-хе-хе-хе. Ничтожество. Так, я победил стража. Осталось найти только один. Последний сифирот. Где он? Правильно, он где-то на пристани. Нахуеешь теперь? Ладно, пошли к друидам. Я тут, в принципе, рядом. Так. Надеюсь, он активируется. А, хохма, точно. Это же мне Калькштейн дал. Хохма, да. Хохма это у нас было. Так, а че там? Не, ну мне просто интересно. А че там? Кто? О, смешно. Полная концентрация. Там вроде показано, что что-то есть. Но вроде как и ничего нет. Странно это все как-то. Но это обойти явно... Ну, то есть через вот это явно не пройти. Потому что тут корчи. Корчи. Все, да? Можно еще как-то там по бережку пройти, но для начала друиды. Потому что мне поручили найти ребенка. А где тут можно найти ребенка, я хер его знаю. Чего тебе? Не понял. Так, так. Это о чем? Собственно. Приводится описание из способа получения алхимических ингредиентов. 300 монет. Слишком много. Рецепт леса. Свиток содержит рецепт эликсира, который повышает уровень энергии. Там неплохо. Так, друиды. Я ищу мальчика, который пропал из деревни кирпичников. Я молодежи в округе не видел. Кирпичники говорят, что вы похищаете детей и превращаете их в дриад. Ты что сдурел? Ерунда. Сюда принимают только взрослых, но даже из них немногие могут следовать нашим путем. Так что Иерофант должен искать новых кандидатов. Дети были бы нам только обузой. А что касается дриад, у них и спроси. До встречи. Так. Вот. Да, блин, дай пройти, ну. Еевин. Добро пожаловать в круг друидов, путник. Приветствую. Чудесное место. Я прихожу сюда, чтобы поразмыслить. Умиротворенность этого места помогает очистить разум. Даже ведьмака здесь примут с радостью. Остается только добавить, что я вот-вот смирюсь с собственной особенностью и обрету дом, которого у меня никак. Сарказм – лишь проявление внутренних. Всегда мечтал познакомиться с эльфом-психоаналитиком. Я несколько десятилетий провел среди людей. Постичь глубину вашего сознания не сложнее, чем разобраться с конструкцией молотка. Несколько десятилетий? Проживи любой эльф столько времени среди людей, и он обречен перенять от них гораздо больше, чем ему самому бы хотелось. Уж кто бы говорил, специалист по чудовищам. Ну да. Вижу, в остроумии тебе равных нет. Меня зовут Геральт. И я Яевин. Давай поговорим. Что ж, хорошо. Слышь, Яевин. Я не хочу с тобой разговаривать. Ты мне не интересен. Вот ты. Привет. Я ищу мальчика. Я ищу мальчика из деревни Кирпичников. Они утверждают, что друиды захватили его, чтобы превратить в дриаду. Только девочки могут стать дриадами. Среди нас нет ни мальчиков, ни мужчин. Я знаю, что это чушь, но нужно было убедиться. Я бы тебе с удовольствием показала, откуда берутся дриады, но... Да. Да. Я хочу остаться верной традициям Бракелуна. Когда мы, дриады, принимаем мужчину, это делается только для продолжения рода. И мы не выбираем любого, только сильного и выносливого. Мы должны быть уверены, что девочки, которые родятся от его семени, унаследуют его силу. Я могуч. Нас можно обвинять во многих вещах, но только не в отсутствии физической силы и выносливости. Я верю тебе. Но давай будем следовать ритуалу. В древние времена мужчина должен был проявить себя как охотник. Принеси мне волчью шкуру. Уже? Ты прошел испытание и показал себя искусным охотником. Осталось еще одно препятствие. Какое? Да. Ведьмаки бесплодны, а мы дриады. Не признаем совокупление, если целью не является продолжение рода. Да, это проблема. Совокупление может быть полезным даже и без продолжения рода. Как так? Объясни. Сейчас попробую. Так. Ну, это, по-моему, херня. Ну, это да, это работает. Ну, блин, мне бы сохраниться перед этим. Секс это наслаждение, а наслаждение это благо. Ты не знаешь жизнь в Бракелоне. Да, не знаю. Лес не оставляет тебе времени на наслаждение. И поглощенные наслаждениями пары станут легкой добычей для чудовищ. Да. Печалька. Секс снимает напряжение. Позволяет лучше работать телу и разуму. Может быть, ты и прав. Мы, дриады, должны быть бдительны и ловки, чтобы защищать Бракелон, наш дом. А мое тело создание природы, и оно просит любви. Да. Хочешь быть со мной? Да. Будь моим мужчиной на этот день. Пойдем. Йес. Натянул дриаду. Йес. Хорошо. Еще одна дамочка в моей коллекции. Точнее, в коллекции Геральда. Так. Пока-пока. Так, что у нас теперь? Что мне надо сделать? Там было какое-то задание, я протокал. Так. Обелиски. Не то. Таинственная башня. Не то. Ну ладно. Что это за указатель такой? Окей. Еще там указатель стоит, не знаю. Так. Ну давайте вот куда-то сюда двинемся. Я хочу посмотреть, что там за остров остался. Небольшой такой. Что, сюда не спуститься, что ли? Вот гаван нота, а. Еще волки. Да сдохните вы уже. Да как это, блядь, работает? Я что-то не могу вкурить. То попадает, то не попадает. Какой-то, блядь. Определись, что ли? Я уж не знаю. Так. Туман этот на болотах, это, конечно, ад. Если вам доводилось бывать на болотах, то вы знаете, что там туманы настолько густые, что просто теряешь всякое ощущение пребывания. Потому что находишься просто в каком-то отдельном месте, которое, мягко сказать, напоминает землю. Такое чувство, как будто вы в тучах. Че это за говно? Там виверный. Ну че, пойдем законопатим пару виверин. Вивер на... Ой. Сюда. Одна есть. Блин, две штуки согрелись. Надо выпить ласточку, а то мне жопа будет сейчас. Так. В жопу надо бежать. Они меня сейчас сожрут нахер. Это самая борзая просто была. Такс. Там еще пиявка, блядь, откуда-то взялась. Хер пойми откуда. Блин, ну почему две? Почему две? Я не хочу с двумя сразу драться. Такс. Вот я именно про вот этот момент говорил. Помните, когда мы только приплыли на эту локацию, я помнил, что тут какое-то говно есть. И вот эти виверты. Я просто первый раз игру проходил вообще на... Сука. Берись ты уже, ну. На нормальном уровне сложности. А второй раз на высоком. То, блин, эти суки мне так житья не давали. Это кошмар просто был. Такс. Пиявка. Хорошо. Хорошо. Ну падаешь же ты, долбаная хрень. А тут разве босса никакого? Типа супер выверный, тут какой-то такой похожей дряни, разве нету? Ого, повреждение плюс 30, вероятность обезоружить противника плюс 20. Используется с ведьмачьим боевым стилем боя, да вы че? Беру просто все, понимаете? Беру все. О какой красавец просто. Этот уже можно продавать. Я ведь прав, он используется, да? Да, вообще хороший. И плюс 30% повреждений, и 20% ну вообще хорошая штука. Стальной меч для боя против людей. На большинство чудовищ не действует, используется с ведьмачьим новым стилем боя. Очень хорошо. Так. Персонажи. Декланд Левого Ардена. Че за останки? Угу, это от выверн осталось. Хорошо. А это че? Что-то тут слишком много всего. Это по-моему не я их тут. Так, это утопцы. Это были утопцы. Хм. Ясно. Так-с. Все, уходим отсюда. Больше тут нам делать нечего. Сейчас нужно отправляться... Я даже не знаю куда. Лучше бы... Сейчас в деревню сходить. Потому что мне все равно нужно отправляться нынче в город. Да блин, не то ты делаешь, но... Да блин, не то ты делаешь, но... Пошел кул. Пошел кул. Пошел кул. Это нужно сюда бежать. Потом возвращаться обратно к кладбищу големов. Да-да-да. И тут уже где-то совсем рядом будет эта деревня. Блин, сколько у меня еще тех камней осталось? Один. Два. Еще два камня. И один нужно найти. Ну, так немного, в принципе. Вот плохо только то, что не показывается, какие камни я уже вставил, а какие нет. Ну, то есть, на карте. Вот это было бы гораздо удобнее. Ну, тут вроде все горит. Такс. Так, а какой я уровень уже? Пятнадцатый. Ну, в принципе, набирается постепенно, но я думаю, это будет очень и очень небыстро. Так, тарь водяных, труп. Вроде никаких детей нет. Так, ну что, пошли сообщим. Что в этом деле не замешаны. У нас триады. Ты, вы слышали этот бред? Бедная девочка, стой. Тут неподалеку живутые сороги. Будь осторожен. Они беспринципные и вероятны. Когда я вырасту, что это было? Краснояр. Ясно. Ну ладно. Давайте спросим, что думает об этом старожила местная. Блять, они уже все молятся. Влад. Ой, ой-ой-ой. Друиды точно не забирали твоего мальчика, но я пока не знаю, что именно случилось. Если я его найду, непременно доставлю сюда. Драги окружают нас. Мальчик исчез. Пусть это будет предупреждением для всех. Мы должны готовиться. К чему готовиться? Владыки, вот уже близко. Окей. Такс. Мясо виверное. Нафиг оно мне нужно. Давайте одно оставим. Все остальное продадим. Потому что оно мне действительно не нужно. Это масло тоже. Такс. Ну че, все, валим отсюда. Че там по поводу сифиротов? Квест говорит мне. Обелиски. Талер купил меч у игрока. Хм. Надо будет заглянуть. Таинственная башня. Осталось найти только один. Ну, надо отправляться в город. Ничего не поделаешь. Хотя, знаете, когда я уже сел в лодку, я че-то начал подозревать, что пропал же ж мальчик. А дедушка у нас гнибал. Гнибал. Поэтому он может быть в этом замешан. Деклам. Как дела? Как дела? Ведьмак, ты что? Понятно. Ну ладно, понятно. Давай пог... Да? Надо поговорить о твоих делах с саламандрами. Я знаю, что ты состоишь в тайном обществе. Ведьмак, ты путаешь небо со звездами, отраженными в поверхности пруда. Где-то я это уже слышал. Неважно. Не забивай себе голову. Это может быть для тебя чересчур. И уверяю тебя, я никак не связан с саламандрами. Ну, посмотрим. Прощай. Я знаю, ты заплатил, чтобы профессора освободили. Ты шутишь, я планирую. Почему бы... И я проверну. Я верь. Доказательств у меня нет. Мудрое решение, ведь... Таааак. Деклан Лео Варден. Проклятие в горле пережила. Ты шо ж ты, мать твою? Список подозреваемых. Чтоб пошли... Куда это? К Калькштейн? По идее. Так, мне стоит продать мой меч. Вот этот, который я носил почти с самого начала игры. Так чё, с самого начала я его носил. Чё? Чё там говорить-то? Сразу мне, как Весемир его выдал вместе с первой бронёй, так я его и таскал. Так. У кого тут? О, у Реймонда. Значит, у Реймонда, да? Ну, давай. Расскажи мне, Реймонд. Ну, вот видите, как медальон на него реагирует? Фиштех. Вот, объясните мне. Что тут делает Фиштех? А? А? И что мне нужно искать во время вскрытия? Посмотри на внутренние органы. Яды. Это нынче модно. Любой может сварганить чё-нибудь из обычных травок. Я слишком часто видел, как алхимия помогает решать семейные ссоры. Так что на твоём месте я бы изучил печень. Угу. Спасибо. То есть, у Реймонда последняя всё-таки, да? Последний сефирот. Давайте посмотрим. Просто камень. Давайте этот возьмём. Блин. Ну чё. Тогда придётся делать вскрытие. А как? Иначе никак. А вскрытие я смогу сделать только при условии, что у меня будет труп. А труп я могу получить только при том условии, что либо мне поможет могильщик, либо мне поможет Винсент Мейс. Не тот, не тот мне помогать в принципе не собирается. Потому как... Мейс на меня обижен, а могильщику нужна помощь Таллера. А как оправдать Таллера, я хуй его знает. Вот дилемма. Да. Да, как вы видите. Может, без проблем. Может, заодно наведёшь там порядок. Там не просто опасно. Там ужас какой-то. Посмотрим, что я... О! Спасибо. Окей. Ну, ладно, я... Я не ждал, например, этого. Потому что в прошлый раз, как вы видели, даже диалог не обновился. Наверное, это из-за того, что я его оправдал. Он стал ко мне лучше относиться. Так, Таллер. Таллер, ты, сука, дрянь, тварь, мразь. Ненавижу тебя. Ну, так что? Так. Объясни, по... Хе-хе-хе. Это позаботит и ублюдские стражники, и при... Это ты. Ну, так что? Ага. Так ничего, Днина. Держи монетки. Ну, держи, мой старый верный ведьмачий меч. Жалко, конечно, его вот так вот продавать таким... Таким ублюдкам. Но ничего не сделаешь. Ох ты, руна ослепления. Ёпта. Надо бы взять, честно говоря. Так, синий метеорит. Вероятность критического... А, критической боли. Это говно, конечно. Вот это, блин, 15 повреждений. Вот это хорошо. Нет, не буду я брать это за три сотни. Вот это бы взял ослепление. Потому что на серебряный меч, если его наложить, это просто бомба какая-то будет. Ну, а так... Сапфир, ценный предмет, забирай. К чёртовой матери. С янтарём. Забирай. Не особо ценен. Так, золотое кольцо, золотое кольцо, пожалуй, я оставлю. Так, чё тут ещё? Вот порох забери у меня. Да и всё-всё остальное пускай будет. В принципе, больше ему ничего продать так-то и нельзя. Ну всё, пошли к могильщику. Разобрались неожиданно. То есть теперь ещё можно будет порешать свои вопросы. Это очень и очень неплохо. Такс. Ну давайте-ка я на этом, пожалуй, серию и закончу. Всем спасибо за просмотр. Серия получилась довольно-таки интересной. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписался. Ставьте лайки. И до новых видео. Всем пока.